Сложно поверить, но этот дом, который стоит на улице Маяковского, обитаемый. Пережив три пожара и четыре поколения жильцов, он уже давно потерял свою былую стать. Жителей дома уже много-много лет обещают расселить, но до сих пор в нем на ПМЖ остаются две семьи. Остальные разъехались, кто по съемным квартирам, кто в предоставленный городом временный фонд. Были слушания у нас в прошлом году, мы ходили на слушания, публичные слушания о расселении, о застройке этих территорий и говорили, что мы попадаем в эту программу. Но пока только дали квартиру муниципальным жильцам. Вот две наши бабушки, они здесь живут, печку дровами топят, вода у нас здесь перемерзает, ходит на рынок, потому что ни одна колонка не работает. Дом уже давно купил крупный застройщик. Городские власти со всеми вопросами отправляют жильцов к нему. А оттуда, ну сами знаете, в общем замкнутый круг. Подавали документы, сказали, что все-все в ближайшее время, все-все, и мы опять все ждем, ждем и ждем. А сейчас нашу территорию купил вот инвестор. С января месяца будем подготовить документы и будем вас расселять. Но только когда чего будет, опять неизвестно. Каждый год такая ситуация. Двор проходной, рядом центральный рынок, под окнами со временем организовали свалку. Нетрудно представить, какого размера крысы носятся по территории. А ведь рядом стоит совсем новенькая многоквартирная высотка. Не ровен час грызуны доберутся и до нее. Но это жильцов 79-го дома мало волнует. Окна в их квартирах давно забиты. Сначала боялись местных пьяниц, которые регулярно били стекла. Теперь опасаются, что рамы выпадут наружу. На нашу помойку все близлежащие магазины, иногда с рынка. Все это вываливается к нам сюда. Из-за этого, конечно. И у нас, вы же видите, никаких условий ни туалета, ни ванны, ничего нет. Проверка со стороны Роспотребнадзора и Государственной жилищной инспекции состояния как самого многоквартирного дома, так и домовой территории повлияет на ускорение процесса переселения жителей из аварийного жилья, которое может просто стать трагедией проживания в подобном доме. Приходили к нам застройщики или кто это был, мы не знаем точно. Они документов никаких не показывали. Говорили, не хотите, будет вам. Вот после этого произошел пожар. Дом горел три раза вообще. Да, да. Сначала бы тут терраска была, посожгли. Потом у нас... Европейский стандарт. Потом опять лестницу поджигали, потом на крышу бросили. То, что дом в свое время поджигали, жильцы не сомневаются. В последний раз полицейские задержали исполнителя. Имеются и догадки, кто был заказчиком преступления. Бедолаги только вздыхают и про себя радуются, что все остались живы и целы.